Совершенно секретно. Хенинг Фунтресков. Родился 10 января 1901 года. Генерал-майор немецкой армии, один из активных участников заговора против Гитлера. Семья и участие в Первой мировой. Родился в дворянской прусской семье офицера. Получил образование дома, затем в реальной гимназии при интернате монастыря Локум. Во время Первой мировой войны 1917 в возрасте 16 лет добровольно поступил в армию. В состав 1-го гвардейского пехотного полка участвовал в боях на Западном фронте. В июне 1918 был произведен в лейтенанты. В июле награжден железным крестом. В 1919 принят на службу в Рейхсфер и был зачислен лейтенантом в элитный 9-й поддамский пехотный полк. В январе 1919 в составе полка принимал участие в подавлении вооруженного выступления Союза Спартака. В 1920 вышел из Рейхсфера и занялся изучением права экономики. Поступил на работу в банк. Посещал Британию, Францию, Бразилию и США. В 1924 оставил работу в банке, чтобы заняться семейными делами. В 1926 году женился на Эрике фон Валькенхайн. Единственной дочери Эрика фон Валькенхайна. Видного военного деятеля. В том же году вернулся на военную службу, получив рекомендацию Гиндербурга. Военная карьера. В 1936 году окончил первые выпуски в военную академию и был направлен в оперативное управление генерального штаба. Там пришел к выводу об опасности, которая могла принести для Германии перспектива войны на два фронта и стал противником агрессивной внешней политики нацистов. После кризиса начала 1938 года установил контакты с тайными оппозиционными группами, намеревавшиеся отстранить Гитлера от власти. Существует мнение, что фон Тресков не был типичным прусским офицером. Он тяготился военной службы и избегал носить форму без самой крайней мере необходимости. Увлекался поэзией, в частности рильке. Владел несколькими иностранными языками в 1943 году. Истинный прусский дух означает синтез привязанности и свободы, гордости за собственное и понимание чужого, суровости и сочувствия. Вне такой связи существует опасность погрязнуть в бездушной солдатчине и в черствой нечеловечности. Участие во Второй мировой войне. Во время польской кампании 1939 года был первым офицером Генерального штаба, начальником оперативного отдела в штабе 118 пехотной дивизии. Награжден за боевые отличия железным крестом первого класса. В середине октября 1939 года получил назначение в штаб группы армии А, командующий Гертфорн Рудштетт, занимавшийся разработкой операции во Франции. С 1941 года служил первым офицером Генерального штаба в штабе группы армии Центр, командующий Фёдор фон Бок, затем Ханс Гюнтер фон Клюге на Восточном фронте. Резко негативно относился к репрессиям в отношении евреев и политработников Красной армии. Пытался опротестовать эти приказы. Говорил своему сослуживцу-полковнику барону Рудольфу Кристофу фон Герсдорфу, что если приказы о расстрелах комиссаров и подозрительных гражданских лет не будут отменены, то Германия окончательно потеряет свою честь, а это будет давать себя знать на протяжении сотен лет. Вину за это возложат не на одного Гитлера, а на вас и на меня, на вашу жену и на мою, на наших детей и ваших. В октябре 1943 года стал командиром полка, но уже в следующем месяце был назначен начальником штаба 2-й армии. Был награжден немецким крестом. Покушение на Гитлера. Начиная с 1942 года готовил убийство Гитлера. В феврале того же года установил контакт с участниками заговора в Берлине. Был одним из организаторов покушения на Гитлера в Смоленске 13 марта 1943 года, когда в самолет фюрера была заложена замаскированная под посылку бомба, которая, однако, не взорвалась. Считается, что взрыватель не сработал из-за слишком низкой температуры в багажном отделении. Неудачно пытался организовать свой перевод в Ставку Гитлера, надеясь, что там организовать покушение будет намного проще. В конце 1943 года Тресков попросил фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который высоко ценил его как способного штабного работника, о переводе штаб-группы армии «Юг». Однако Манштейн, зная о ярко выраженных антинацистских взглядах фон Трескова, отказался удовлетворять его просьбу. Система связей фон Трескова в рамках заговора была весьма обширной. Он общался как с Карлом Фридрихом Гердлером, так и с графом Клаусом Шенком фон Штауффенбергом, с которым встречался во время службы на Восточном фронте. По воспоминаниям участников сопротивления, Генри Хаффон Лендов Штайнрента на вопрос об устранении Гитлера Тресков ответил. «Покушение должно произойти любой ценой. Даже если оно не удастся, нужно начинать выступление в Берлине. Дело не только в практической цели, но и в том, чтобы немецкое сопротивление предприняло решительные действия на глазах всего мира и перед лицом истории. Все остальное не имеет значения». Узнав о неудаче антинацистского выступления военных 20 июля 1944 года и понимая неизбежность ареста, фон Тресков сказал своему адъютанту Фабину фон Шлабендорфу, также участвующему в заговоре, «Они скоро узнают про меня и постараются вырвать из меня имена наших товарищей. Чтобы предупредить их, я должен пожертвовать жизнью». Адъютант не смог убедить его отказаться от самоубийства, которое генерал пытался замаскировать, имитируя гибель в бою, чтобы спастись от преследования своих членов семьи. Адъютант позднее передал слова фон Трескова, сказанные им незадолго до смерти. «Сейчас на нас обрушится весь мир и начнет осуждать. Но я, как и прежде, твердо убежден, что мы действовали правильно. Я считаю Гитлера заклятым врагом не только Германии, но и всего мира. Когда через несколько часов я перестану перед судом Всевышнего, чтобы отчитаться в своих действиях и упущениях, то, полагаю, смогу с чистой совестью поведать о том, что сделал в борьбе против Гитлера. Господь однажды пообещал Авраму, что не погубит Содом, если в городе найдутся хотя бы десять праведников. Я надеюсь, что он ради нас не уничтожит Германию. Никто из нас не имеет права цветовать, что пришлось умереть. Тот, кто вступит в наш круг, надел отравленный хитон кентавра Несса. Нравственная ценность человека начинается только с готовности отдать жизнь за свои убеждения. 21 июля 1944 года фон Тресков отправился к линии фронта, вышел на нейтральную полосу, выстрелами из пистолета имитировав бой, а затем взорвал себя ручной гранатой. Останки фон Трескова были первоначально похоронены на родине, но когда его роль в заговоре выяснилась, из эксгумированных сожгли в крематории концлагеря Загзенхаузен. Родственники генерала подверглись репрессиям. Младший сын погиб на фронте в 1945 году. Старший сын стал банкиром. Дочь вышла замуж за историка, который входил в круг знакомых участников заговора, хотя и был слишком молод, чтобы принять в нем участие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...